Здравствуйте, дорогие зрители! Вот на днях, по-моему, это было 23 августа, на Фукусиме начался сброс радиоактивной воды в океан. Вот давайте расскажу, что к чему здесь. Ну, когда случилась авария на Фукусиме, активную зону ядерного реактора вынуждены были охлаждать водой, которую откачивали из моря. Море, просто брали пожарную из океана воду и ей охлаждали реактор. Эту воду, естественно, обратно в океан не сливали, ее накапливали, значит, на суше. Более того, у Фукусима так построено, что грунтовые воды. В день поступает несколько сотен кубометров воды в подвалы этой самой Фукусимы, их надо откачивать. Ну, на какое-то время, пока была авария, откачка прекратилась, воды накопилось очень много, ну, ее, естественно, она, естественно, стала радиоактивной. В этих аварийных помещениях, значит, там повышенный уровень радиации. Было закуплено оборудование для очистки, и французское, и американское, для очистки воды от радионуклидов. Как говорят, успешно очищают. Но очень настоятельно просила представители Китая и России, можно ли нам взять анализы этой воды. Сказали, нет, извините, мы сами разберемся. Ну, вот это вот не очень здорово было. Обратите внимание, что когда случилась Чернобыльская катастрофа, то в зоне Чернобыля еще в советское время стали работать многочисленные научные группы со всего мира. Изучали фауну, флору, как на нее действует радиация. Ну, собственно, изучали, как эта радиоактивность распространяется в грунте, как она проникает на глубину, как она уходит с поверхности. Вот. Там даже один пульский энтомолог прославился тем, что открыл то ли новый вид балахи, то ли ее мутацию с другим количеством волосиков на груди. Вот это единственное, так сказать, биологическое последствие. Неотчетливо, что это мутация. Возможно, просто новый вид открыл. Видов насекомых очень много. Но это ладно. Это я, так сказать, о здравии сказал. Ну вот, ее очистили. Якобы после очистки в ней остался только радиоактивный тритий. Тритий – это тяжелый водород, сверхтяжелый водород, так его называют. Он радиоактивен. Он распадается с периодом полураспада 12 лет. Бета-активный изотоп. Вот он распадается и распадается. Естественно, он не нужен, чтобы попадал он в организм человека или в организм животных и растений. Значит, сколько воды образовалось? Там емкости рассчитаны на 3 миллиона 370 тысяч кубических метров. То есть, 3 миллиона 370 тонн воды там хранится в этих емкостях. Ну, это рассчитано. Чуть-чуть не хватает там до нее. Она еще не полностью, не полностью, не переполнила. Большая часть воды, ну, то есть, прошла предварительную очистку. Большая часть воды. Ее предлагается сбрасывать в море. Теперь обнимание цифры. У нас тут в дозиметрии, во всей этой вот ядерной физике есть такое понятие, так сказать, бекерель. Один распад в секунду, бекерель. Вот радиоактивность одного литра воды, которая там в Фукусиме, 190 бекерелей на литр. То есть, простите меня, это 190 тысяч бекерелей на кубический метр. Я почему эту фразу сказал про 190 тысяч бекерелей на кубический метр? Потому что природная океанская вода имеет тоже радиоактивность. Она радиоактивна, но радиоактивность это более чем в тысячу раз меньше. 148 бекерелей на кубический метр. Вот сравните, 148 на метр, а тут 190 на литр. Кто забыл, напоминаю, в кубическом метре тысяча литров. Вот так уж получилось. То есть, 190 тысяч бекерелей против 148 бекерелей. То есть, она более радиоактивна, чем океанская вода в тысячу раз. Поэтому решено было ее очищать. Да, причем, значит, что за радиоактивность у нас в воде? Чего только в морской воде не растворено. Но только не тритий. Да, тритий. Откуда там растворится тритий? Он же 12 лет, у него период полураспада. Ну, откуда там? Там растворены соли всяких веществ. Ну, вот, например, калий. Калий есть там, ну, наверняка есть. Калий есть и в бананах замечательных. Калий-40, один из радиоактивных изотопов калия. Ну, собственно говоря, практически единственный, с которым мы имеем дело. У него период полураспада, внимание, не 12 лет, а миллиард 250 миллионов лет. Такой период полураспада. Он очень медленно распадается. Потому что, поэтому, несмотря на то, что калия-40 в составе природного калия очень много, но калий нам необходим, вот, специальные таблетки с калием принимаем, едим бананы, съешь банан, наполни, выполни, значит, норму калия для организма. Мы содержим калий, потому что это вот у нас тут работа мембрана клеточных, использует калий, ионы калия. Вот, ну, и поэтому мы тоже немножко радиоактивны, да. То есть, если вы сидите где-то с кем-то рядом, то вы друг друга облучаете, немножко подсвечиваете, да. Если подальше держаться, то облучение будет исчезающее. Ну, на исчезающую маленькую величину меньше, конечно, да. Вот, на исчезающем. Не надо бояться соседа, потому что он объелся бананов. Вот, ну, неважно. Ну, так повторюсь. Активность килограмма бананов, бананов примерно 126 бекерели на килограмм. 126 бекерели на килограмм – это поменьше, чем активность литра вот этой вот фукусимской воды. Но то калий, а то водород тяжелый, который, естественно, будет входить там в состав воды. Есть понятие вода тяжелой, сверхтяжелой. Значит, когда рассказывают, мы сбрасывать воду будем туда, да. А какой состав? А мы вам не скажем. Вот там есть только вот эта вот сверхтяжелая вода. Это значит, что значит сверхтяжелая вода? Ну, строго говоря, строго говоря, есть тяжелая вода диетерии 2О. Причем О, если там он 16. Есть еще вода, в которой тоже можно назвать тяжелой, в которой вместо кислорода 16-го есть кислород 18-й. То есть она имеет такую же массу молекулы, как и масса воды тяжелой диетерии 2О. Да, там на 2 единички тяжелее диетерии 2О, чем H2О. Вот. Но получение такого рода воды очень сложно. Просто упариванием, выпариванием вы это не получите. Третий. Ну что, третий, скорее всего, попал как отдельный элемент туда, да. У третий масса тройка вместо единицы водорода. И поэтому третий HО, да, вот такая молекула, она имеет такую же массу, как молекула H2О, где О 18-й. Я почему про этого 18-й говорю? У меня было много рассказов про ледниковый период, про то, как с помощью исследования керна, керна ледяного из Антарктиды, определили, как чередовался климат в прежние годы. А климат чередовался вот как. Так, с поверхности океана испаряется вода. Вода, которая чуть более тяжелая, то есть та содержит О 18, она испаряется чуть хуже, чем вода, которая имеет обычное наше О 16, H2О, которая. Вот. И она испаряется чуть хуже. Но если повысить температуру, она будет чуть-чуть получше испаряться, чем испарялась до этого. И поэтому концентрация кислорода О 18 в слоях льда зависит от той температуры поверхности океана, с которой эта вода когда-то испарилась, потом прилетела в Антарктиду и села там инием. Напоминаю вам, что Антарктида и Гренландия это самые сухие области, планеты. В них осадков меньше, чем в пустыне Сахара, потому что они окружены, значит, областью, там область повышенного давления, туда очень плохо попадает со стороны влага. Там абсолютная сухость, там, значит, морозяка жуткая, а пара нет. Там сухо. Там главное защитить не только от мороза кожу, но и от высыхания на морозе. Вы знаете, что когда сухой мороз, белье на улице сохнет, даже несмотря на то, что оно замерзает. Да, вот помню в свое время моя покойная бабушка и моя покойная мама сушили белье во дворе, значит, на веревке даже зимой. Оно становилось ледяным, повисит, повисит, а потом мягкое. Лед-то испарился. Воздух сухой. Мороз. Мороз, а солнце, день чудесный. Вот такое время хорошо очень сохнет. Это антициклон, как раз зона повышенного давления, и мало влаги. Ну, так вот, так вот, на самом деле, рассказы о том, что 3ТО, 3ТО, вот эта вот вода радиоактивная, осядет на дно, она же более тяжелая, это сказки, сказки, это японские сказки, потому что она не осядет на дно. У нас стратификация воды происходит под следующим принципом. А, соленость, и Б, температура. Вот на дне океана, там вода, температура имеет воды, ну, если хорошее глубокое дно, значит, 4 градуса Цельсия. Вот при 4 градусах Цельсия, кто не знает, это самая большая плотность у воды. Вода сжимается до 4 градусов Цельсия при охлаждении, потом начинает расширяться, и замерзая, разрывает трубы, бутылки, кастрюли, бочки, ведра. Вот, и вот такая вот вещь. Так вот, на дне океанов, вот такого рода температура. И, естественно, соленость. Вот определяется балансом температуры, солености, да, даже более теплая вода, но более соленая, тонет. Вот, например, Гольфстрим несет, а мы еще про течение поговорим сегодня, несет воду из Мексиканского залива, мимо Флориды, как теперь положено говорить, а не Флориды, мимо, значит, Северной Америки, и приносит ее, в конце концов, как гигантское удилище, пересекает Атлантический океан, и тонет, тонет, он более соленый, тонет под менее соленой, но более холодной воды Баренцево море, и на дне Баренцево моря ликующая жизнь встречает вот эту пищу, которая пришла аж от самой Америки, да, USA не оставил их в покое, вот, вся эта USA-вская канализация, попавшая в Мексиканский залив, она, значит, поедается организмами на дне Баренцево моря. Вот, вот такие вот дела. Вот куда, оказывается, американская канализация течет, из Техаса-то. Ты поняли теперь-то? Ну, это немножко шутейно, понятное дело, что и по пути много желающих есть. Вот. Ну, так вот. Так вот, вернемся все-таки еще раз. Напоминаю вам, активность воды обычной 148 беккерелей на кубометр, а этой воды 190 тысяч беккерелей на кубометр. Более чем в тысячу раз она более радиоактивна. Значит, воды там это накопилось в реалии, сейчас скажу, я считал, тут у меня калькуляторы были. Ну, много накопилось воды. Накопилось воды почти миллион триста семьдесят тысяч тонн. Надо сбросить где-то миллион двести с чем-то тонн за 30 лет. В течение 30 лет ее будут сбрасывать. 30 лет каждый день будут ее кидать в воду и, значит, разбавлять. Причем разбавлять будут так. Вот тонна вот этой радиоактивной воды, тонна радиоактивной воды и 1200 тонн воды нерадиоактивной. То есть, каждые сутки будет выливаться 318 тысяч тонн вот этой воды. Которая, тем не менее, будет более радиоактивна, чем нормальная вода. У ней будет радиоактивность при таком разведении, при таком разбавлении будет составлять ну, более чем в два раза она будет радиоактивнее, чем вот обычная морская вода, да? 306. И причем она будет более радиоактивна. Это больно. Радиоактивности радиоактивности рознь, понимаете, да? Значит, в чем дело? Значит, видите ли, в чем дело? В чем проблема радиоактивных отходов? Казалось бы, самый простой способ разбавлять водой отходы. Водой разбавили до нужного уровня, и все, поплыла она. Ну вот, например, ну чего-то в два раза радиоактивней. Но понимаете, в чем дело? Организмам свойственно собирать в себе некоторые элементы. А если он оказался радиоактивным? Вот мы, например, такие замечательные организмы, млекопитающие, у нас есть кости. А кости мы строим, используя кальций. А есть такой замечательный элемент стронций. Он очень похож на кальций. И мы его а, давай сюда. Стронция вообще мало в окружающей среде. До атомных бомбардировок его совсем было мало, и причем после атомных бомбардировок и атомных испытаний появился стронций радиоактивный. И мы теперь все люди, которые живут после начала ядерной эры, в костях имеем радиоактивный стронций. Вот это важнейшее доказательство, почему в 1812 году, если ядерная война и была, то это только в смысле, что из пушек стреляли ядрами. Потому что любые, значит, животные, любые люди, их скелеты, если они умерли до начала, значит, атомной эры, их скелеты не содержат радиоактивного стронция. Вот имейте это в виду. Вот. А мы содержим радиоактивный стронций, мы его накопили, да. Ну, бяко, да, нехорошо, да, у нас это создает некоторую дозу дополнительную, да, это плохо. Да, стронция из наших костей даже сильнее облучает соседа, который с нами сидит, чем калий из нашего организма, да, из кровеносной системы тоже калий там есть. Вот, даже сильнее облучает. Так что вот, от стронция держитесь подальше. От бананов-то не надо, ну, понятно, пузы найдите, будете много есть бананов и картошек. Но, тем не менее, ну, ладно, хватит на эту тему говорить. Значит, вот будет он излит. Это вода. Вода, которая попадает в организм кого? Вот, что мы едим в основном? Мы вообще состоим в основном из воды. Вы знаете, слово такое мумиификация. Это когда высыхает тело животного или человека. И она легонькая остается. Когда в древнем Египте кончился древний Египет, началось новое время, когда англичане строили в Египте железные дороги, нужно было топливо для паровозов. А там же, ну, деревьев-то нет, леса нет, угли нет. Чем топить? И они топили мумиями. Они хорошо горят, они сухие. Вот, топили мумиями. А в мумии бывают не только фараонов. Там каждый египтянин, который жил когда-то, он был похоронен с облигением всех обычаев, традиций. И, соответственно, вот это вот в сухом климате, даже если ты не совсем соблюдал традиции, как по-фараоновски, оно снова высыхает и превращается вот такое вот в топливо для паровозов. Вот. Так вот, в основном-то пища состоит из воды. Купил мы, купили вы тихоокеанскую сельдь. Ну, в ней в основном вода. И в том, если она жила в воде, богатой тритием, нам не сказали, что там кроме трити есть. Нам отказались показать. Да? Нам это, значит, российским и китайским специалистам. Не сказали, что там есть. Вот. Значит, куда будет изливаться? Значит, это... Как это называется? Восточное побережье Японии. Вода будет выливаться и уноситься к северу течением Курасио. Вообще нас пытаются успокоить. Вы знаете, Курасио, оно потом течет к северу, потом заворачивает и туда-куда-то к Тихоокеанскому побережью США. А вообще говоря, если она столкнется со встречным течением, то вообще прям пойдет сразу вот в Тихий океан. Но у этого Курасио есть еще несколько рукавов. Она течет вообще вдоль Японии, вдоль Курильской гряды и вдоль Камчатки. Слышали вы про Тихоокеанскую сельдь? Слышали вы про Сельдь и Васи? Слышали вы про Тихоокеанских, про Камчатских крабов? Вот это вот они будут жить в этой воде. Ну и совсем не весело будет, если действительно вот эта вот тяжеленькая вода радиоактивная опустится на дно, и там ее крабы-то схавают, да? Вот, ну выпьют. Попадет она в организм этих самых крабов, она потом в банке с надписью Чатка. Вот. Ну, понятное дело, что это безобразие жуткое, и его нельзя допускать. Выброс воды. Вот, нельзя допускать. Нельзя допускать. Но процесс пошел. Сброс пошел. Значит, напоминаю вам, что сброс будет продолжаться 30 лет. 30 лет, значит, вот эта вот вода будет погащаться третиями. Ну, особенно сурово-то первые там, ну, 6 лет. Пока еще период полураспада третий-12 лет, да? К 30 годам ну, упадет раза в 4 концентрации, да? То есть, если эта радиоактивность действительно связана с радиоактивностью третия, если нам не сказали что-нибудь, может там все что угодно быть, мы не знаем чего, что там будет накапливаться. Дело в том, что при работе ядерного реактора, при делении ядер образуется широкий спектр продуктов деления. там обломки, как попало, дробились ядра. Ну, не совсем как попало, но тем не менее их очень много. В процессе их распада происходит их преобразование. Один радиоактивный элемент становится другим радиоактивным элементом и так далее. Даже не угадай, что там попадет в организм этих самых морских животных, да? Морских животных и растений. Кстати говоря, как капуста-то Тоже ведь морская, съедобная Кстати, вкусная, между прочим Я не очень большой любитель ее Но когда дают, я с удовольствием ем Ее редко дают почему-то Ну, наверное, нету на морской капусты А теперь все шарахаться будут от нее Ну, понятное дело Я не сторонник радиофобии Более того, значит, ну, можно сравнить Да, давайте сравним Значит, сколько было Выброшено в Чернобыле Вот сразу сравним В Чернобыле было выброшено 1,4 на 10 в 19 Бекерелии радиоактивности Всякой радиоактивности На 10 в 19 радиоактивности Так, здесь у нас сколько? У нас тут больше миллиона Значит, так 10 в 8 Ну, где-то 2,5 на 10 в 8 Бекерелии Ну, тут существенно меньше Будет слито, да Выброшено-то было больше Слиты будет меньше Ну, во много раз меньше Чем в время Чернобыля Было выброшено в атмосферу Ну, хоть, слава Богу, не второй Чернобыль Но В рыбку-то попадет Помнится, когда Произошел взрыв Чистой бомбы Так ее Позиционируют Сейчас Рассекретили Софсекретный фильм Про Ну, тот, который Он софсекретный Но его показывали Всем, кому попало Всем, кому попало Где-нибудь, так сказать Вот В комнате Как это В зале ученого совета Смотрели Какие-нибудь Главный конструктор И, значит Начальники отделения Потом приглашали ведущих Тоже посмотреть На него Вот Значит, фильм был Совсекретный Теперь его рассекретили И рассказывают Там, в этом фильме Что Взрыв был воздушный Мощный взрыв был Поэтому, значит Когда взрыв происходит Вот это все Продукты деления Остаются вот В огненном шаре Который всплывает вверх И он разбрасывается По большой территории Он был разбросан По всему Северной Атлантике Был в свое время Разбросан Вот Ну, и в Северной Атлантике Рыбка-то Звонила Да Как говорят Ну, когда вот Вы подносите там Объект К какому-то Датчику Да Вышли вы с атомного реактора Так встаете Встаете, значит Ноги, коленки Руки Звенит Звенит Мой руки Да Вот так Не помол руки Вот Вот такие вот дела Ну, ладно Спасибо вам большое За внимание Не забудьте поддержать Меня материально Чтобы мне На бананах хватило И на Тихоокеанскую сель Теперь ее будут Наверное Легко будет купить И те, кто не боится Уже радиации Будут ее есть Ну, а кто боится Те не будут Внизу Еще раз повторяю Деньги присылайте Подписывайтесь Мне на Бусти Там есть материалы Которые в том числе Недоступны Зрителям моего канала В частности Там есть курсы Лекции По Общей физике По теоретическим Основам электротехники По матанализу Там есть Большущие курсы Для подготовки К ЕГЭ По физике И по математике За школу ЕГЭ По 36 лекций Полуторачасовых Это как раз Чтобы вот В течение учебного года Их изучил И пошел сдавать Ну, а вы Сейчас Посмотрели Пережили И пошли Мне деньги Скорей переводить Ну, пока Продолжение следует...